В Нигере продолжаются беспорядки, вызванные государственным переворотом. В воскресенье полиции с трудом удалось разогнать митинг у посольства Франции. Протестующие пытались взять его штурмом, у некоторых в руках были российские флаги. Все эти события вызвали негативную реакцию в Париже. Президент Франции Мануэль Макрон уже предупредил мятежников, что его страна готова вмешаться, если что-то будет угрожать ее гражданам. Любой, кто нападет на французских граждан, армию дипломатов или французские базы, увидит, что Франция немедленно и непоколебимо ответит. Из заявления Елисейского дворца в публикации Евроньюз. События в этой западноафриканской стране развивались стремительно. 26 июля, буквально за день до саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, солдаты президентской гвардии заблокировали резиденцию президента Нигера Мухаммеда Абазуми. И через несколько дней глава президентской гвардии Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера, бывшего когда-то колонией Франции. В оценке этих событий Европа, США и Африканский союз проявили единство. Они не признают мятежников и призывают освободить действующего президента. Мы едины в осуждении действий, которые произошли в Нигере. Призываем к немедленному освобождению президента Абазума. Призываем к немедленному восстановлению демократического порядка в Нигере. Лидеры стран экономического сообщества западноафриканских государств специально встретились, чтобы осудить действия мятежников. Они готовы пойти на самые крайние меры. В случае невыполнения требований властей в течение одной недели принять все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в республике Нигер, такие меры могут включать применение силы. Страны Европейского союза и США предупреждают о возможном прекращении программ экономического сотрудничества в случае, если законность не будет восстановлена. В соседних республиках Мали и Буркина-Фасо уже несколько лет присутствуют боевики. Российской военной компании «Вагнер». Там они поддерживают местные правительства. Официально Кремль заявляет о своей обеспокоенности событиями в Нигере и призывает все стороны к сдержанности. Однако в социальных сетях было опубликовано голосовое сообщение, в котором человек с голосом похожим на руководителя боевиков «Вагнер» Евгения Пригожина одобряет переворот в Нигере и называет его обретением реальной независимости. Тем не менее, США пока не располагает информацией об участии российских боевиков в перевороте. До сих пор мы не видели никаких достоверных признаков причастности России или «Вагнера». Но граждан США, находящихся в стране, мы снова призываем быть внимательными, быть осторожными. Как я только что сказала, вчера мы объявили тревогу. Нигер на 15% закрывает потребности Франции в Уране. В случае углубления конфликта его дальнейшие поставки могут быть под угрозой, что не является критической проблемой, но в перспективе может вызвать трудности для Франции. Пока в медиа появляется противоречивая информация о якобы арестах министров правительства Нигера и возможных угрозах со стороны мятежников прекратить экспорт урана. Происходящее в Нигере вполне укладывается в традиционную для России политику в Африке. На словах Москва выступает с антиколониальной риторикой, обвиняя Европу и США в неоимпериализме. Но пока Брюссель, Вашингтон и даже Пекин предпочитают работать в регионе с помощью экономических программ и инвестиций, Россия действует в духе колонизаторов из 19 века. Никто не заинтересован в увеличении российского присутствия в Африке. История российского присутствия в Африке – это о Вагнере, это о тайных операциях, это о черных схемах, это об алмазах, это об оружии, это о бизнесе, поддерживаемом спецслужбами России. Это не о хорошей истории. И это мнение не только украинских экспертов. Не так давно в январе эксперты Организации Объединенных Наций призывали к независимому расследованию возможных международных преступлений, совершенных правительственными войсками и группой Вагнера в Мали. Речь идет о казнях нескольких сот человек. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Брюсселя для телеканала Freedom.